И снова здорово, с вами Маркус и в этом видосе мы снова с вами попытаемся ограбить Эль Руби, но уже чуть-чуть другим методом. Ну и вот вышло самое грандиозное обновление для ГТО Онлайн. Если вдруг у тебя еще не хватает денег и опыта, то перейди в мою группу по прокачке. Качаем быстро, дешево, а самое главное без бана. А самое главное не забудь подписаться на мой канал. Я каждую неделю укладываю ролики о ноус, скидках и бонусах, а также о новостях в мире ГТО Онлайн и еще множество интересного контента. Так что добавляйся, братишка, не хватает именно тебя. Ну и как обычно, начнем же с нашей подготовочки. Во-первых, я взял РО-866 Алконосту, чтобы попасть на остров. То есть, соответственно, высадка у нас будет именно с воздуха. Точка входа в комплекс, я выбрал главную ворота, потому что для нас это не было особо важно, потому что попасть можно будет хреновой тучей всяких разных способов. И опять же, время суток и ночь, чтобы фпс был более-менее стабильный. Погнали! Ну и здесь, во-первых, начнем с того, что, как обычно, после появления катсцен у нас идет отчет времени наших 15 минут, чтобы нам получить элитку. Так что, братишки, если вдруг вы тоже проходите на элитку, запоминайте, пока есть катсцены, время не идет. Любые катсцены, даже попадание в комплекс. Дальше мне надо было дождаться того момента, пока мне разрешат спрыгнуть с этого гребаного, стратегического в кавычках, бомбардировщика. Ну и далее, как вы постоянно пишете, лучше заполнить сумку еще до входа в комплекс. Я здесь так же сделал, то есть я высадился на ангар на взлетно-посадочной полосе, тюкнул, не знаю зачем, наемника. Хотя, в принципе, они все тут слепые и глухонемые, так что даже если бы я тут начал бы все взрывать, они бы все равно не услышали. Так что я сел в погрузчик и подвинул палету в нужное мне место. Кстати, я частенько замечал, что стоят почему-то две коробки. Я только задался вопросом, зачем, если можно просто одну коробку поднять и все. Так же можно спокойно на ней залезть. Не знаю, как вы делаете, братишки, напишите мне в комментах, но в принципе здесь можно и не ставить эти две коробки, а вот так вот сделать. Гораздо удобнее. Ну и собираем все подряд, как обычно. Пытался найти в одном месте два стола с кокаином, но так их и не встретил, так что пусть уж действовать именно так. Хотя, в принципе, разница по бабкам вышла небольшая. С учетом того, что мы еще и проходим на элитку, это все гасится, потому что у меня с одного стола вышло 220 тысяч, а при полной забивке сумки 415 тысяч. То есть разница от двух столов была всего лишь в 35 тысяч баксов, которые мы покроем, во-первых, например, той же самой элиткой, во-вторых, старым, добрым сейфом в офисе Эль Руби. Субтитры сделал DimaTorzok Как только я вышел с ангара, я направился в сторону байка, и это попытка записи где-то третья-четвертая, потому что остальные разы данный байк просто не появлялся. Я не знаю, то ли это рандом появление транспорта, хотя маловероятно такое имеет место быть, потому что транспорт всегда в одних и тех же местах стоит. Скорее всего, это был чисто баг. Ну и как только я направился в комплекс, я заметил по пути сумку с альпинистским снаряжением. Я ее лично на разведке не находил, просто вот сейчас встретил и подумал, что похеру зайдем именно так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот, кстати, у меня случился баг, которым я еще в предыдущий раз рассказывал. Кроме не появлялся, кроме не появления того же самого байка в предыдущие разы, у меня основа не заспанировал здесь камеру, то есть ее нету. Опять же, скрипт с камерой не сработал и просто ее не было на месте. Не особо большая проблема, но на выкате, опять же, мне пришлось с ней встретиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, как я и говорил, мы заглянем в офис или Рубио, заберем бабки. Кстати, здесь висела картина. Ну, так как я решил забить сумку изначально до входа в комплекс, уже картина мне не особо нужна была. Да и тем более, в принципе, по бабкам, опять же, я не проиграл, потому что картина стоит в среднем где-то от 190 до 200 тысяч баксов, так что не критичная потеря. Но хотя по времени я бы сэкономил гораздо больше, срезав одну картину, нежели собрав полтора стола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА